Вышла, посмотрела, ничего не было там, не дыма, ничего. И уехала. Вернулся еще за паспорт, мне говорит, паспорт возьму. Паспорт взяла и уехала. В те 15 минут нам звонили, что у нас пожар. Не осталось даже стен. Семью Горноуховых из села Татарский Сайман Николаевского района пожар, случившийся в апреле, оставил без крыши над головой. Погорельцам, воспитывающим двух приемных дочерей, выдали жилье из маневренного фонда. Неравнодушные люди, в том числе и из соседних регионов, помогли вещами и одеждой. Постепенно Горноуховы делают ремонт, приводят жилища в порядок. О беде временно исполняющему обязанности губернатора рассказали в соцсетях. Алексей Русских не остался в стороне и навестил семью. И на место него новую баню ставим. Ну все, отлично. Бани помогут построить в кратчайшие сроки. Главное, чтобы вода была. В соседнем районе, в старой кулатке, с ресурсом проблемы. В некоторых домах воды нет с 1987 года. Новый водопровод, строительство которого близится к завершению, снимет вопрос с повестки дня. Вода хорошего качества вода? Вода отличного качества. Она артезианская. Здесь и скважинка чается. По анализам ни в одном периоде отклонений не было по качеству воды. Поэтому с водой здесь проблем нет. Одну решили, другую не вывезли. Речь о мусоре и о контейнерах, которых не хватает во многих районах области. Жалобы сыпятся, как отходы в бак. Только ответственные на это не обращают внимания. А деньги за услугу взымаются. Единственная проблема – это не хватает контейнеров. Ну это везде. Я так понимаю, системная проблема. Нам нужно будет с оператором отдельное совещание проводить, чтобы понять, когда он выйдет на нормальную работу в плане обеспечения контейнера. Наведут порядок и на дорогах. Поэтапно к нормальной сельской жизни приведут все самые отдаленные уголки Ульяновской области. Продолжение следует...